Слава Христу! Во веки! Аминь! Как ваша встреча прошла в администрации? Да во как! Сегодня приезжал Игорь Барабаш, как раз говорили об этом. Там с землей никак не разрешаться. Они всю землю вокруг как-то там сделали, так что ничего своего-то и нет. Ну и батюшка поехал, глава администрации говорит, ну мы тут решаем, не надо никуда, дескать, обращаться. Наши что-то поверили, проходит месяц-два, три зима, теперь проехать нельзя. Зима прошла, ничего не решили. У меня нет документа, я не могу ходатайствовать. Они спрашивают, на какой земле стоит, а которая земля была, они там что-то там смухлевали, сделали, как-то так, ничего нету. А было там где-то, допустим, 300 гектар, а сегодня только 30. А это рядом с деревней, на территории деревни, ну уже отдельно, для меня как зона какая выделена, хотя она вся на навозной куще. Я ничего не могу ответить, ничего нет. Это, которые этим занимались, очень расположены прямо, она руку целует. Я подошел, мы тут ваши, а я им дал 144 фотографии в лагере. Ну и музей как сделать-то, чтобы люди подражали. У вас в музее горшки там, век никому не нужен, а здесь жизнь. Чтобы люди приезжали, увидели, как без помощи государства можно озаботиться об этих трех миллионах беспризорных детей. Да мы это все смотрели, здесь уже прямо, ну ничего, она показывает, и правда, все мне напечатали, у них закон. Она не может, ей нужны горшки какие-то там. А как охранять? Там охранять нечего, около деревни, все мазанное. Пожарное должно быть, гореть нечего, там глина. Заляпана глина, и все. Но у нее инструкция такая, она в инструкции хочет меня вогнать, а мне как раз этого и не надо. Я разговариваю, вижу, система, система все губит. Я говорю, живого человека не видите. Она говорит, вот Шукшин, вот в музее там, ну мужик, там его сапоги стоят, ну кому не нужны, когда надеть их нельзя? Да никому не нужны. Пиджак его висит. Что это за музей-то? Вы говорили, вы применяли это слово Краеведческий музей. Вы понимаете значение? Краеведческий. Да, да, да. Там все, все. Они все варианты перебрали. Никак. Даже там вещи передвижные в отдельном помещении хранится. Да нет ничего, это келья. Келья сплетена, и там дети спят. Мне показать, как это делается с нуля. С 72-го года. А они слышат, а ничего не могут сделать. У нее параграф, она должна в него ввести, иначе его с работы сегодня сметут. А тот-то, который писал какой-нибудь человек-то там, плюгавенький пенсионер писал, то он ничего этого... Да и такого музея не было никогда на свете. Музей жизни, где жизнь тысячам людей возобновляется. Не надо не ругать власти ничего. И они ничего не могут сделать. Она трясется буквально, помочь охота. А что она сделает? У нее параграф. Система. Поэтому я и говорю, попробуйте дать другое название. Нет, не в названии. Не в названии. Она требует, в первую очередь, я должен представить документ, что эта земля принадлежит мне. А у меня документа нет. Земля. Это самая земля, 9 соток. 9 соток всего на навозной куще. Там ни одного миллиметра нету, чтобы сельхозугодия-то были-то. А у нее в параграфе этого нету. Вот я говорю, стоят две березы, они занимают место. Занимают 4 березы, но тут лес. А я не занимаю. Я вверху положил на сучки палки, на них сплел гнездо и там ночую. Так я занял место или нет-то? Как я занял, когда я в воздухе везю? Так вот это то же самое. Я уже с разной примерой говорил. Они ничего не могут сделать. Нужно где-то что-то, чтобы здесь в параграф писали то, что есть. А у них нет. Вот если я свинарник там образую, можно свинарник. Если курятник, можно. А если в детский лагерь, то нельзя. Назовите это свинарником для них. Пусть они в своей графе поставят свинарник. Нет. Вы же сами знаете, как это происходит. Мне нужно, чтобы о лагере знали везде. По всей стране и за рубежом. Мне что он свинарник-то даст? Да и обман это будет. Да поймите, что вам главное получить бумажку с любым названием. И с этой бумажкой вы будете свободны. Нет, нет, это не так. Я уже все узнал. Это проверяющие у них. Проверяющие. Скольки, да скольки работает. Я все указал, часы. Сколько человек. Вот. Сколько помещений квадратных метров. Это не просто так. Я скажу, а сам буду делать. Что я буду делать-то, когда ничего нету? Мне нужно... У меня отдельные склады для одежды, отдельный тестомес, отдельная пекарня, там два колодца. Я полностью, совершенно независимый автокефальный Ватикан. И при том, у государства ни рубля не беру. Этого нигде никто не делал никогда. Тем более, меня давили, душили, не могли ничего сделать. Я покажу метод борьбы с властью. Господи, ну вы же видите сами, что вы предлагаете то, что они никогда не примут. Ничего нового власти никогда не принимали. Ну да, потому что они знают так. Вы же, вы гладите их против шерсти. Господи... Вы гладите их против шерсти. И у них шерсть больше встает дыбом. И они прямо пишут, что напишите, что православные. Они за меня. Прямо желают. Но она не может параграф перешагнуть. Я говорю, где высшая инстанция-то? Ну показать. Обстановка-то другая совсем. Он сидит там, ну что-то старое нашли, горшки ломаны, склеить, показать, сколько у вас там... Да ничего у меня нет. Я указал 77. Но это что означает? То, что относится к кухне. Детали какие. Я проповедую жизнь. Жизнь для тех, которые отжили, не живя. Их затолкали, этих людей. Они слышат, видят. Мы, говорит, отдельно тут все посмотрели. До слез, говорит, принимают. Она прям меня обнимает. Я прям готова помочь. Я в это вижу. Она все отпечатала. Вот если бы земля была, мы бы могли название другое дать. Чем все закончилось? Ничем. Простились и пошли. Я не настаиваю, не на чем. Чем закончилось? Молитвой. Это хорошо. Официально. Они... Они официально ответят. Сейчас, сейчас, постой. Вот они мне отвечают. Я маленько поближе, чтобы мне было видно. Заключение на представленный комплект документов к заявлению Игнатия Тихщича Лапкина от 5 апреля 2019 года об образовании музея комплекса для бедных лагерей в селе Потеряев, Камановского района Алтайского края, нормами федерального закона 26.05.1996 номер 54ф3 в кавычках о музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации определены особенности правого положения всех действующих и вновь создаваемых музеев Российской Федерации. В соответствии со статьей 3 указанного федерального закона в музеях хранятся музейные предметы, являющиеся культурными ценностями. А что такое культурное, они определяют. Умер пьяница, задохнулся, высоски. Это все культурное. Папиросы его лежат. Культурное. Что он сигарету из-за рта не выпускал, или... Черчилль. Теперь все это... Или наркотики. Определяются законодательством, культурная ценность определяется законодательством, как движимые предметы материального мира, имеющие историческое, художественное или культурное значение. Движущиеся, а у меня еще движущие-то-то. Представлены фотография здания, сооружения и другие недвижимые предметы детского лагеря Стана, расположенного близ села Потеряевка, не являются музейными предметами. В соответствии со статьей 26 указанного федерального закона в Российской Федерации музеем-заповедником. Вот теперь к этому они стараются подать. Может быть, это удастся. Музеем-заповедник имеляется музей, к которому в установленном порядке представлены земельные участки, положенные на них достопримечательными местами, отнесенными к историко-культурным заповедникам или ассамблеям. Отлично. Красиво. Представленных И.Т. Лапкин на материалах документов о выделении земельного участка и отнесении зданий и сооружении детского лагеря Стана к историко-культурным заповедникам или ассамбле. Отсутствуют. Ну да. Опять земля. Она чья-то должна быть. Представленные документы, предусмотренные положением о реестре музея в Алтайском крае, утвержденные приказом управления Алтайского края по культуре и архивному делу от 15 сентября 2016 года, номер 322. О наличии на объекте противопожарной системы и средств охраны музейного фонда охранно-пожарной сигнализации. Сигнализации. 45 лет еще не было. Сигнализация. Отчего? Куда? Потом потребуют еще единицу музейную. Кому-то зарплату платят. Учредительный документов устав положения. Таким образом, включение музея бедных лагерей, расположенного по адресу села Потеряев Командского района Алтайского края, в реестр музея в Алтайском крае не представляется возможным. Таким образом, включение музея, безусловно, деятельность Игнатия Тихоныча Лапкина имеет социальную значимость и гуманитарную направленность. В связи с этим, заявителю могут быть даны следующие рекомендации. И дальше они мне рекомендуют. Они не должны этого делать. Они расположены это делать. Хорошо, хорошо. Да. Вот. Что они рекомендуют? Что они рекомендуют? На современном этапе для них коммерческих организаций, НКО, имеются широкие возможности грантовой поддержки. Отлично. Вас должны финансово поддерживать. На федеральном уровне, на федеральном. Предлагаем воспользоваться этими возможностями с учетом социальной ориентированности данного проекта. По вопросам участия в конкурсах на получение грантов, то есть денег должны мне дать. В сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций рекомендуем обращаться в НП Сибирский Центр Социальных Технологий. Телефон 368380. Имейл такой-то. Также в дальнейшем возможным вариантом решения вопроса может стать участие вашей организации в краевом конкурсе поддержки местных инициатив в Алтайском крае и получение необходимых средств на реализацию данного проекта. Информацию о порядке проведения краевого конкурса местных инициатив можно получить на сайте таком-то. Главный специалист отдела музейной деятельности и связи с общественностью Министерства культуры Российской Федерации 8-4-2019 Поздравляю! Замечательно! Я говорю, что теперь? Я теперь... Да, это можно. Ну, прямо реально. Если я подам, то они могут... Так у меня как раз смысл тот, что я не прошу делать. Зачем же я буду корень из себя рубить? Это нормы сегодняшнего закона. Чтобы вас не уничтожили, вам надо участвовать в каких-то конкурсах и получать гранты. Замечательно! Подключите людей. Например, как Галина Загуляева, да? Пусть они это все пробивают. Все пути. Да еще это не до конца. Посмотри. Мне как раз задача-то стоит показать, что без рубля от государства я могу это дело делать и распространять. А я теперь сам пришел за грантом. Он мне даром не нужен. Миллион давай я сегодня не возьму. Для этого дела. Если миллион будет, так мне миллион мало. Мне надо 10 миллионов, чтобы барабашу комбайн новый купить. У вас еще нету полного капитализма и уже не кончился социализм. Так что вы застряли между двух направлений. Я не застрял, я продолжаю делать. Мы перешли в другой формат. Купили несколько домов и у нас теперь приезжают с родителями и живут. По лагерному уставу. Мы ничего не потеряли. Это я помню. Мы на высшую ступень поднялись. Но мне хочется показать для начинающих, как можно начинать делать. Можно эту землю кому-то оформить, чтобы кто-то был владельцем этого куска, на котором... В районе упор никому не дают, никому не дают. Вот, Игнатий Тихонович, дорогой, опасность в том, что сегодня уже все разделили, все разграбили в России, осталась только ваша уникальная сибирская земля. И уже все эти мафиози подползают, подлезают к этому сладкому куску пирога. И поэтому, может быть, даже уже есть персона, которая облизывается, заглядываясь на этот ваш кусок земли. Понимаете? Вам надо найти кого-то, кто владеет этой землей. Поэтому на любые названия соглашайтесь, любым музеем назовите. Нет, это не пойдет. Название, любое, это ложь будет. Смотрите, у нас, если напрямую, от нас до разъезда 4 километра, но поезд идет так маленько с соклоном, и если напрямую, то 2,5 километра. Так они взяли на плане, показали, что железная дорога посреди деревни идет. И теперь у Игоря все земли, которые с этой стороны, дороги, они с той стороны не продать еще. Это умышленно делается. Конечно, умышленно. А на карте сделали по-другому. Ну, давайте мы переделаем, только 150 тысяч, дайте нам. Вот. Вы же сами видите, вы же сами видите, что пошла яркая, мощная борьба за уже землю, любые приемы, чтобы вас лишить вашей уникальной свободы, вашей потеряющей. Уже круг ваших свобод там сжимается. И барабашах все это можно рассчитать, там то другое. Но я верующий. Я Богу представляю. И у меня Господь спрашивает, а ты уверен, что это надо? Не уверен, Господи, я не знаю твою волю. Вот в чем дело-то. Я буду биться туда, где Бог может поставить преграду. Я пошел и молился, Господи, воля твоя да будет. Пришел, я первым делом встал на молитву, вот, и стал молиться, благодарить Бога, что мне не дали ничего, но хороших людей я обрел там. Я благодарю Бога за это. Мне не надо, что непременно дайте мне землю, музей. Завтра все сметут, бульдозером ничего не будет. Я уверен, Господь услышал молитву, и он положил на сердце, ничего уже не надо, пришли к концу. Вот. Что вы имеете в виду, ничего не надо? А ничего не надо. Я должен все время тратить никуда, только здесь теперь. Господь тебе показывает, это не надо. У тебя есть где есть, а это никто не будет подражать этому. Тут люди, которые слышали, они говорят, то, что вы делаете, никто никогда не делал этого. Тем более распространять. У вас самое главное, там не будет лидера. А лидера нет, ничего не будет. Это надо доставать, хлопотать, располагать, строить. Все бесплатно. Кто будет? Здесь вы во главе стояли, вас не будет, все остановилось. Я прошу, они говорят, вас надо клонировать, чтобы как под копирку сделать Лапкины хотя бы. Правильно. А вашим языком сказать, вам надо готовить последователей, вам надо готовить учеников. А это нельзя сделать. Еще раз говорю. Почему? Рядом с вами Володя Пащенко, уже много лет. Да, да, да. Смотрите, Володя Пащенко, потому что все готово сейчас. Не будет этого, он не сдвинется, у него нет подхода к людям, он не знает, он работник, подошел и все. Я у Бога, выпрашиваю милости на сегодняшний день. Вот представьте, 70 дней, как умер Сергей Козлов, парализованный. И он оставил пример, зашел в щад рулетку. С рулеткой, я помню вашу историю. За это время больше 300 роликов составлено. Представьте, сколько людей прошло. Но этого есть у кого-то, нет этого, они даже не знают люди это. Это невозможно. Почему? Это Бог делает. Он Бог мне... Я молился, дай мне, Господи, талант Сергея. Я сразу почувствовал, что Господь меня побуждает к этому делу. Посмотрите, сколько бесед с мусульманами. Сегодня один буддист зашел, буддист, так он не уходит, он меня благословляет и благословляет. Слава Богу за все. Слава Богу. Только хвалить. И благодарить. Поэтому я не могу настаивать, потому что до конца, 100%, я не знаю воли Божией. Я вижу, на этом этапе Бог благословил, а больше нет ничего. Я опять домой. Володя сегодня скомплектовал, отправил Потеряевку. Все, уехал. Я сейчас один. Я опять сюда смотрю и молюсь. Правда, сейчас отвлекся, посмотрел там ролики стоят, как в Эстонии было до войны, и как пришли красные, а я с ними встречался где-то, которые арестованы, расстреляны, и что с ними было. Маленький народ, сколько претерпел, вся Прибалтика. Я там был, я слушаю, верю в каждое слово и вместе с ними плачу. Ну, а дальше что? Вот ты, дорогая, пришла для меня возможность поговорить. Я сделал все, что мог. А ответ такой, но больше пусть сделает. Ну, все-таки, Игнат Ильич Ильич, погодите. Эта женщина, администратор, она работает во всех этих законах. Это ее образ работы, образ мышления. Она знает систему, в отличие от нас с вами. И она на вашей стороне. Да. Почему бы я не сказать? Я согласен. Принимайте все меры. Работайте вашим языком. Используйте все методы, чтобы нам сохранить наше место и музей. Как бы он ни назывался. Нет, он может только так называться, как есть. Я не могу идти на какие-то компромиссы. Это не компромисс. Это выпрошено у Бога. Я не могу отступиться. Я бы рад сделать, но я не могу этого сделать. Не потому, что я упрямо или что-то. Я это выпросил. Я это уже запечатлел. Вот завтра у нас среда. Полный канон Андрея Критского. Я уже весь устремлен туда. И поэтому... А, хорошо. Хорошо, хорошо, что это Господь дает помощь в этом каноне. Конечно, в этом каноне придет ответ. Правда? Все, может, и более, он у нас на три ступени. Простительное, благодарственное, славословие. Нигде этого нет. Да. А то нам Бог положил на сердце. Вы мне напомнили древнюю историю из моей древней жизни. Я же музейный работник. Вы помните, что я всю дорогу проработала в музее литературном. Начали с нуля с моим начальником собирать голоса писателей, начиная еще с фонографа Эдисона, который... Эдисон подарил Толстому свой фонограф. И Толстой очень активно его применял в своей жизни писательской, начитывал фрагменты литературные. Он же еще был политически активным, если помните, почему возникло и целое толстовское направление. Вот, например, против войны он очень выступал и оставлены в истории его голоса. его эмоциональный голос, которым он призывает не убить, не воевать, не участвовать ни в каких войнах. Я это говорю просто... Сейчас вам рассказываю, и у меня вспоминается голос Толстого. Все-таки это явление, не правда ли? Когда мы читаем тексты, и когда мы слышим голос этого писателя, это усиливается. Усиливается этот текст, который писатель нам передает. И опять же, был музей Пастернака, то есть это была дача Пастернака, переделкина, писательской деревни под Москвой. Когда умер, то, естественно, там была, продолжала жить семья, и потом стали отнимать, так как государство отдавало дачи бесплатно писателям, а писателя нет, государство может отнять государственное, государственное, как сказать, ну, государственную вещь под названием дача. И здесь писатели встали на защиту, именно на то, чтобы из личной дачи сделать государственный музей великого писателя. И вот в этом я была немножко замешана. Я ходила по писателям собирать подписи. и сегодня это музей. Понимаете? Музей Пастернака. Вот что-то в этом духе надо вам предпринять. Ну, вот вы приедете сюда, я вас познакомлю, и вы тут поработаете. Спасибо. Вот так и получилось, а? Вот именно сейчас я еду к вам. Смешно и горько. Мы сразу пройдем, и вы к этой подойдете женщине, которая расположена, и скажите, давайте вот посудим, что он не соглашается. Мы без него сделаем. Потому что я принципиально не могу никакие гранты брать ни копейки. У меня задача показана, что бесплатно можно поднять страну и детей. Да, да, да. Интересно. Как вы делаете гранты, только я в этом не замешан. Делайте, я не против. Кто-то пусть делает. Мне нельзя это делать. Нельзя. Я уже себя связал тем, что 45 лет отдал бесплатной работе. Это противоречит вашему пути. Именно так. Конечно. Я не могу сам себя подрубить. Ну, согласна. Согласна. Я согласна включиться в это. Согласна. Может быть, так Господь и ведет. Нашел мне дело. Ну, ладно. Ладно. На эту тему поговорили. Хорошо. Там что, Мишел, то есть как? Нет, 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 все пропал. У него 20-го крещения. Скоро. Через 10 дней у него крещение. Ну, хорошо. Он весь там, безусловно. Поэтому я не надоедаю ничего. И все. Посмотрим. Не надо трогать. Ему много дали. При случае он может знать, куда обратиться. Наоборот, только еще, Игнатий, помните, 20-го апреля его крещение. Я не знаю, какой день недели, но вы скажите вашим друзьям, вашим прихожанам, действительно помолиться. То есть, именно в момент крещения человек вступает в новую жизнь духовную. И пусть Господь вспомнит и о вашем пожелании. И после он выйдет из купели другим с мотивом, с надеждой двигаться в вашем направлении. Да. Ну, надо сказать, что 20-е апреля родился самый преступный человек на планете. Господи. Гитлер? Да, Ленин. Да, Гитлер это младенец по сравнению с Лениным. То он своих людей не убивал. Князей оставил, баронов оставил, священство оставил. А это все класс за классом, дворянство, офицерство, священство все вырезал. Это демон в образе человека был. Ну, вот теперь что сказать? Вот я просто к тому. В этот день он рождается свыше, а в это время рождается преступник тоже. Никакой роли это не играет, просто помнить надо. Нет, нет, это играет роль. На одном плече одна сила, на другом другая. Я к этому никак не отношусь, но просто помнить надо. Ну, вот, опять же, Господь все равно в наш отряд посылает еще одного доброжелателя. Да. Может быть, одним воином будет больше на нашей стороне. Ну, может быть, так. Вечная битва, битва продолжается. Они там двое сидят в одном кабинете и обе, ну, просто расположение такое, что они все смотрели. Представьте, что я дал снимкам, 144. И сам отвез. И написал все, и квадратуру все. А справки-то на земле, не от Игоря приехал, я сейчас начал опять на него. Ну, что же вы делаете, сидите-то. Ну, он там свое-то не проехать, да. Ну, дома и сказали, не надо. Все-таки глава района сказал подождать. Мы ждали. Вы спросили, сколько ждать? Вы почему вопрос-то не задали? Он в течение месяца должен дать ответ. Нет, значит, высшестоящую организацию. А никто и не знает про вас, что вас ободрали уже со всех сторон. У вас есть папку? Вы сохраняете все бумаги, связанные с лагерем в одну папочку? Все. Все сохраняется. Все есть. Даже подшитые книги. Книги? Даже в книгу превращенные переплетенные документы. даже такое есть. Но я теперь меньше этим занимаюсь и конкретно только смотрю на эту возможность. Я стараюсь расслышать голос Божий. Что Господь хочет мне сказать через это? Мне вот что сказать. Где папочка? У вас в комнате? Где эта папочка? Здесь у вас в комнате лежит? Ну, да что там? Вон она у меня тут. Да сейчас это поднимать надо тут. Вот эти документы просчитал. Вот это последнее. У вас будет минутка. Найдите эту папочку. Ну, скажем, перенесите в комнату Надежды Васильевны и пусть она там хранится. А что там я дать? Какие должны быть документы? Когда по музею ничего еще нету. Первый запрос сделали. Там ничего нету. А лагеря там? Нет, нет. А по лагерю... История лагеря. История лагеря. Я могу только написать. Когда вас начинали травить. Когда пришла ювенальная инвестиция. Когда началась борьба лагеря с властями. С первого дня. Вот. Мы 45 лет воевали. Они ничего не могли с нами сделать. Вот у меня опыт я передать могу. Как с ними бороться? С этой страшной системой лжи, насилия. Просто не выскажешь. Все это надо оформить, всю эту историю в конкретный документ. Поэтому все бумажки в одну папочку. Соберите, пожалуйста. Пока в Москве будете, узнайте, куда можно в высшей организации обратиться, что вот этот уникальный предложенный способ зарегистрировать в виде лагеря или этой зоны. Отдельно. Что она... Ну... Музейная как бы... Вы опять продолжаете мои мысли. Я это и хотела сказать. Вы начали первый. Поэтому, Игнатий Тихонович, дорогой, найдите папку. Просмотреть... Пробедите... По этому делу нет, еще его искать даже не буду. Ну поймите, куда... Я пойду куда-то, у меня так же спросит. Покажите. Одних слов недостаточно. Надо хоть какие-то бумажки. Первые, как вы начали. Второе, какие первые звоночки от властей, положительные или отрицательные. Какие были... у нас самая главная газета российская газета, учредитель российского правительства. Дней газета посвятила мне огромную статью лагерю, когда гонение было. Какой еще документ-то нужен? А у меня копии снято с этой газеты. Вот, это уже документ. Дайте мне закончить. Значит, откройте вашу папку, пробежитесь глазами или кому-то попросите, кого-то попросите пробежать все, так сказать, вашу историю сорокалетнюю через эти документы. И если можно, вы думаете, вот этот важный сегодня, этот важный, послать мне как фото, чтобы у меня была фотокопия. И тогда я посмотрю это и с этим пойду куда-то хотя бы в Министерство музейных. Я не знаю, как называется Министерство. Нет, документа нету, когда гнали они. Просто я подал на них в суд и суд выиграл. Но это все у меня в книгах указано. Для слова Божия нет уз. Там все. Но там нету фото каких-то документов? Ну, конечно, фото нет. У меня вообще их нету. Ну, ничего не было. Шел суд. Что я возьму? Ну, суд идет. Какой документ я возьму? Решение суда, которое было показано. Вот. Приглашение на суд. Формулировка какая, так сказать, почему приглашаете на суд. Справочка приглашения. Они запросили. Отключение суда. Это уже документы. Характеристики запросили. Характеристику мне дает Совет ректоров университетов. Прокуратуры края. Депутат законодательного собрания. Это и есть документы. Что я вношу большой вклад в оздоровление нравственности Алтайского края. Вот. Видите, какая блестящая формулировка? Это же и флаг, с которым можно сквозь сети вашей администрации проходить. Мало того, у меня на стене висит документ, который прислал мне глава города, мэр города. Настолько теплая, настолько возвышенная, что я занимаюсь с детьми. Он ныне живой или нет? Разбился. Вот. Значит, я помню эту историю. Другие начальники типа мэра и что-то остались живыми, которые вас также знают и вас уважают. Конечно. Ну, а потом там сместили уже после него уже третий. Нет, это дохлый ход. Что-то конкретно сказать. Вот. Документов на это нету. Люди, которые помогали. Но документов то нет, а все это отображено. Все равно. Ну, дайте Надежде Васильевне эту папку. Пусть она от нечего делать не станет. Она ничего не найдет. Нету по лагерю. По лагерю что есть? Только что действующий лагерь, объявления, которые были. Но это же не документ. Это зацепка хотя бы. Хотя бы зацепка материала, связанная с тем, с историей. И на основе этого можно составлять документы. И даже в администрации находить что-то. Когда были какие-то у вас контакты с администрацией, кто-то вас снабжал одеждой, помните, вы рассказывали, питанием, эти организации должны дать эти бумажки. Да, тогда-то мы и поставляли. Никогда не дадут. Тем более, кто помогал, их уже нет. Организации даже исчезли. Нет, это нереально. Просто нереально. Ничего нету. Они помогли. Помог депутат. Из другого города привезли машину продуктов. Ни депутата нет никого. Нигде брали предприятие, все то рухнуло. Вот мы помогали, мне одеял сшить 70 одеял где-то. А она разбилась тоже на машине, под поезд сунулись. Куда не посмотришь, я приду в организации «Все новые люди». Ну, видите, вы же понимаете, почему эта женщина бьется и она бессильна. Потому что власть – это бумажка. Она хочет вам помочь душой, а в бумажах у нее нету, чтобы вас защитить. Не знаю. Не знаю, ничего сказать не могу и искать нечего. Я просто... Вот он, я живой. Вот оно все стоит здесь. Вот что газеты печатали. Вот суд, когда шел, я ссылаюсь на это. Но оно незаверенное. Оно все это есть, но в книгах, но никаких печати там нету. Ну, ладно. Написать можно все, бумага, говорит, терпит все. Я на это не иду, я знаю, что там ничего это не решит. Я их пригласил к себе приехать, отдохнуть летом, который расположен в этой музейной. Да. Вот это вот что больше я могу сделать? Ну, я ничего больше добавить не могу, пока до вас не доберусь. Хорошо? Ну, да. Понимаешь, тут главный документ это я, что я живой остался. Слава Богу. Как Александр мне говорит, говорит, меня, говорит, со всех сторон, говорит, там поносят, я, говорит, как чемодан в загранище, некуда, говорит, клеймо поставить. И в то же время он еще говорил, нас не кусают, нас только поскусывают. Ну, вот у меня, допустим, примерно 220 роликов составленных против меня в интернете. Это вместе взять всех правителей, наверное, нету столько. Мне пришлось только в черный список занести уже 9 тысяч человек, которые ничем не занимаются, только гадят и гадят, им деньги платят и идет. Это надо понять, как меня высоко Господь оценил. Конечно. Если такие силы задействованы. И еще подбрасывает немножко яда. Мне это нужды никакой нету, потому что у меня времени нету. Я вот, все, я должен 7 раз в день встать на молитву, а кроме того, я тут встречу, там, в чатрулетке или еще где-то. В ютубе заходят люди, пишут. У меня времени абсолютно нету. Я вот в 2 часа ночи начинаю уже работать. Я это видела, вы мне вчера откликнулись уже ночью. Хорошо. Это как раз плохо. Человеку надо отдыхать, каждому человеку. Я после этого сейчас наказал, чтобы Володя оттуда в 4,40 давал сигнал. Сестра больная, которая здесь, Татьяна Капустина, давала сигнал и Надежда через стенку, чтобы колотила в стенку. То есть, я 3 предохранителя поставил, а потому что в 5 у нас начинается общая молитва по скайпу. спасибо за приглашение. Я пока не включилась, пока к вам не доберусь. Потом объясню почему. Хорошо. Ну, все. Спасибо. Спасибо большое за напоминание. Спасибо, Христос. Спасибо, чтобы не слышал никогда. Хорошо. Простите. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Завтра канон Андрея Критского. Великий покаянный канон. Завтра. Вот. И встанем вместе и именно попросим о помощи у Господа, помощи, о спасении вашего уникального места, уникального лагеря. У нас начнется по-московски в 2 часа днем. В 2 часа дня. А по-нашему уже 6 будет. Это самое длинное богослужение. Я помню. В году самое большое число поклонов земных. Помню, помню. Интересно, как монахи придумали. Кто был на богослужении, в четверг разрешается растительное масло. А другим домощадцам не разрешается, кто не ходил. Вот так. Вера от слышания, а тут не так. Не от слуха, а от брюха. Все, больше вас не задерживаю. Опять еще раз просьба, старая просьба. Скиньте мне снова координаты, данные вашего маршрута. Так вы зайдите в mail.ru, какие там есть. Валентина Саркетсон. Я напишу там. Вы только через нее. У меня телефона-то нету. Нет, нет. Вы мне сбрасывали, но у меня, говорю, была проблема техническая. У меня Microsoft все стер информацию. Пошлите еще разочек. Почему я обхожусь без слова проблемы? Исключил его раз и навсегда. Объясните. Американское слово, во-первых. А во-вторых, его никто не знает. И ни слова Божьего нет. Отвечай, нерешенные вопросы. Правильно. Это глубже, объяснение глубже. А что проблема? Проблема, проблем. К сожалению, и русский язык очень сейчас объединяется. Вы это видите. Да. Хорошо. Прошу прощения за это. Значит, надеюсь, пошлете новые те же самые. Сейчас сразу посмотрю, что найду, сразу скину. Не уходи только никуда. Хорошо, хорошо. И, значит, завтра покаянный канон. Покаянный канон. Раз в году. Обычно на первой неделе поставь, четыре дня он делится. Завтра целиком. Один раз в году только. Помню, помню. Пока еще помню. Да. Завтра в молитве встретимся. Вы на нашем ютубе можете посмотреть, когда мы молились этот канон несколько лет назад. Есть что посмотреть. Правда? Да. Я помню, одну вещь меня потрясла, она мне очень близка. Когда у вас было ваше путешествие, ваш большой проход по всей Европе, ну, помните, миссионерский проход, и в каком-то месте вы остановились и молились на улице на восходящий солнце. Вот это да. Но там еще поминают, называется, 52 года в пути Венспл, где я обратился, там я говорил. Это я тоже помню, да, это недавнее. Все плащут. Да, 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 да. Но это просто мне напомнило, опять же, из моей биографии, наша группа, мы же были все разбиты на малые группы, у отца Александра, да? Да. Молитвенные группы. И одна группа, куда я входила, мы поехали на дачу в Подмосковье, недалеко от Пушкина, переночевали для того, чтобы рано утром, на рассвете, отец Александр к нам приехал и провел с нами богослужение и занятия. И именно это богослужение было в саду. Вот. Это очень связалось с тем, когда вы стояли у машины и молились на улице. Как бы мне найти того человека, которого отец Димитр Дудко или кто его, я сейчас не знаю, да нет, отец Александр его назвал Екатериной второй. Мы столько фотографировались с отцом с Александром, у меня ни одной фотокарточки с ним нету. Такой солидный мужчина, лет может быть тридцать пять. Побольше расскажите, почему назвал Екатериной второй? Я не знаю, почему он его так назвал. То ли выглядит похожий, то ли что. Я же не спрашивал. Но он назвал ее, сейчас кажется, Екатериной второй. А он сходил, фотографировал. У вас есть это в записи, да? Нет, это на улице мы были и фотографировали с отцом Александром. И у меня не одного фотография нету. Я немножко догадываюсь, кто это. Да. Ну, как найти его? Я нигде не знаю. Где искать? Я знаю его, я попробую с ним встретиться и спросить. Значит, он был к Александру Меню очень близки. И он фотографировал нас. И мы там шли и поворачивались и стояли, и он все фотографировал. все поняла. Это его имя Андрей Черняк. Андрей Черняк? Да. Его имя Андрей Черняк. Они в это время, они были еще неофиты почти с женой, только вошли, недавно пришли в церковь нашу, но стали быть очень активными. И появилась первая видеокамера и первые видеозаписи это от него. И сейчас сегодня у них так сказать своя мощная христианская организация что ли. Нет христианский клуб. Ну ладно. Хорошо. Я попробую с ним встретиться и связаться на эту тему. Все, с Богом. Спасибо большое за встречу. Христос. Спасибо Христос. До завтра. Аллилуйя. Все.